11 мая завершился прием заявлений на участие в едином национальном тестировании. О новом формате ЕНТ и о спорных вопросах тестовых билетов сегодня рассказал руководитель управления образования Карагандинской области. 7 тысяч выпускников Карагандинской области в этом году попрощаются со школьной партой. Около 5 тысяч из них изъявили желание принять участие в едином национальном тестировании. Ну а семерых выпускников освободили от сдачи ЕНТ. Это призеры и победители международных олимпиад по общеобразовательным предметам и научным проектам. С этого года Алтенбельгей будет присуждаться тем, кто подтвердил свои знания на выпускных экзаменах в школах. Стоит отметить, что и обладатели золотой медали для поступления в вузы должны будут проходить единое национальное тестирование. Основным новшеством стало то, что выпускные и вступительные экзамены будут проводиться раздельно. Выпускные экзамены будут сдавать все. Ну а ЕНТ только те, кто решил продолжить образование в вузах Казахстана. Если выпускник школы решил не поступать в вуз или поступать в зарубежный университет, то на тестирование он может не идти. В этом году ЕНТ будет проводиться с 20 июня по 1 июля в числе предметов тестирования «История Казахстана», «Математическая грамотность», «Грамотность чтения на языке обучения» и два профильных предмета. Стоит отметить и то, что по многочисленным просьбам на 20 минут увеличилось время на тест. Теперь, чтобы дать ответы на 120 тестовых вопросов, представляется 3 часа 50 минут. Экзаменационные материалы будут готовиться в Министерстве самообразования и науки. Мы планируем, что до 27 мая эти экзаменационные материалы опечатаны, будут доставлены в Управление образованием. Далее мы будем обеспечивать доставку в каждую школу, в каждый район, в каждый город. Выпускные экзамены в школах пройдут с 29 мая по 9 июня. Выпускники 11 классов с этого года будут сдавать письменный экзамен по родному языку в форме эссе. В русскоязычных школах тестирование пройдет по казахскому языку, в казахскоязычных по русскому. Письменным также будет экзамен по алгебре и началом анализа. Устным пройдет экзамен по истории Казахстана. Например, по истории Казахстана это будут билеты. Ориентировочно порядка 20 минут будет у выпускника для того, чтобы подготовиться. Три задания. Из них первые два вопроса будут общие теоретические. Третье будет больше творческие. Это работа по терминам, с каптами и так далее. И надо будет устно показать свои знания, рассуждать. И при таком условии можно получить платную оценку. Образцы тестов доступны на сайте Министерства образования и науки Казахстана, а также на сайте Национального центра тестирования. Стоит отметить, что онлайн-тесты ЕНТ были активизированы около 50 тысяч раз. Поэтому в Управлении образования надеются на высокие результаты знаний выпускников в этом году. Айнур Нурмангалиева, Исламбекус Пан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.